Время стекло, а Киров по-прежнему как большая свалка. Власти отмечают, что управляющие компании не уложились в срок, по которому должны были очистить город от мусора. В итоге некоторые организации теперь реально могут потерять лицензию. Елена Шарыгина продолжит тему. Эту кучу давно не убирает. Когда-то убирали, когда-то было очень хорошо. Это когда-то было всего несколько месяцев назад, вспоминают жители дома номер 21 на улице Дериндяева. А сейчас куча хлама и отходов во дворе только растет. Хотя, по словам местных, заявки в управляющую компанию поступают практически каждый день. Но коллекцию гниющих остатков пищи и строительного мусора убирать никто не спешит, жалуются люди. Между тем, стихийная свалка привлекла внимание местных бомжей. Они организовали себе здесь уголок отдыха. Если жители что-то неправильно делают, то хотя бы объявление, я не знаю, по радио что-то, по телевидению сказали, что жители неправильно поступают. Но тишина, никаких движений нет. Вот эти бачки-то, видите, немножко убирают. Там для пластика поставили чистые. А это все растет и растет. Росла все лето и куча мусора во дворе восьмого дома на улице Кудшо. Убрали ее только после публикации фото в интернете. Но и прибрали территорию не совсем чисто, отмечают кировчане. Можно предположить, птицы растащили и разорвали мусорные пакеты. Но в куче веток и уж тем более в висящих носках на деревьях пернатых вряд ли можно обвинить. А местные убеждены, свалка отсюда никуда не денется. Вот так это здесь постоянно. Даже не знаю, что делать. У каждого свое понимание, наверное, как соблюдать чистоту. Надо с народом работать, я не знаю. Уже привыкли жить по соседству с мусором и в микрорайоне Вересники. Пакеты и бытовой хлам уже вплотную подошли к дороге. Вообще, этим летом подобные мусорные достопримечательности появились почти в каждом дворе. Тем временем в городской администрации решили по-своему бороться со свалками во дворах. Власти составили список проблемных домов. В него вошли 44 адреса. Управляющим компаниям и ТСЖ, которые обслуживают эти дома, власти рекомендовали в течение двух недель привести в порядок контейнерные площадки. Вот, например, этот двор по адресу Ленина 102 тоже попал в этот список. Мусор здесь еще не убрали. И если управляющая компания не сделает этого в ближайшее время, она может лишиться лицензии. Для этого чиновники обратятся в госжилинспекцию. И так будет со всеми, кто не справился с заданием, пообещали в администрации. К слову, двухнедельный срок закончился еще вчера, 10 сентября. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.